Всем привет, с вами Голодный, и мы продолжаем проходить долину Скверны. Это богом забытое место. И, как вы можете видеть, здесь нам еще предстоит достаточно много чего обследовать. Но для начала давайте попробуем пройти, так сказать, верхнюю часть этой локации, потому что если мы сейчас упадем вниз, то обратно сюда подняться уже так просто не получится. Нужно будет опять обходить все заново. Поэтому аккуратненько, не торопясь. Здесь нам будет постоянно мешать эти назойливые москиты. И они, кстати, тоже отравляют. Кстати, здесь мы пока временно можем снять кольцо сырости и поставить, например, кольцо... Так, я слышу звуки. Они дают осколки камня сущности. Так, ставим кольцо восстановления. Нас опять отравили. Давайте потратим обычную траву. У меня уже ее очень много накопилось. Там внизу можно видеть мертвое тело с вещами. Ну, туда мы еще сходим. После того, как соберем сначала все сверху... Да, здесь довольно просто упасть, на самом деле. Впереди нас ожидает большое количество противников. Со свисающими языками. Ну-ка, кстати... Кого-то они мне напоминают. Ну и, конечно же, в этой локации и чтобы кто-то не наползали. Так, будьте осторожны. Из-за этих сточных канав... Тоже появляются чумные жители. Их там очень много. Остальные что-то не особо хотят ко мне идти. Жили. Да, что ты будешь делать? Не сильно хочется использовать здесь размашистые атаки, потому что... Можно легко сорваться. Оу! Откуда у вас здесь только набежало? Ну вот, лишь бы я просто спустился вниз. Попробовать накастовать тут. Да. Наверх, моя магия не достала, но все равно хотя бы двоих, да, прикончила. В этот раз они решили все спуститься. Это хорошо. Блин, они там что, бесконечные, что ли? Так, лучше на всякий случай подготовить магию, потому что если меня окружат, хотя бы будет хоть какой-то шанс на спасение. Да, колющие атаки, конечно, мощнее, но попасть ими иногда не так просто. И, кстати, запомните это место. Когда будет чисто белая тенденция, нужно будет убать вот в эту щель, и там будет керамическая монета лежать в ящике. На самом деле не особо стоит мучиться и проходить здесь по краю по этим мостам, так как здесь всего лишь черная смола, и никакого особо полезного предмета вы здесь не возьмете. Проще сразу же упасть в болото и по-быстрому пробежать. Чем мучиться с этими москитами. Но если вы хотите взять керамическую монету, все-таки придется туда добежать. Так, давайте вернем наше кольцо сырости. И вернемся немножко назад. Посмотрим, что мы там пропустили. Трава темной луны. Кольцо вора. У нас такое уже есть. Так, и вот как раз то самое место, откуда мы пришли. Пошли по краю. Еле заметный предмет. Осколок. А, ну это, скорее всего, выпало из москита. Здесь есть одно опасное место, которое тоже можно спокойно оббежать. Но если вам сильно нужны камни, бесплотный глаз, то здесь их лежит аж целых три штуки. Но будьте осторожны, так как их охраняют сразу три здоровяка. Так, давайте подготовимся. Я возьму самую жирную траву. Обычная трава у меня уже заканчивается. Да, фокус не удался. Забьем у него копашку. Я слишком близко к нему подошел. И вот опять я сделал то же самое. А, даже их тут не три, а четыре. Лучше отбежать подальше. Чтоб они от не отстали. Отставать они особо не хотят. Или все-таки хотят. Что-то ему поплохело, и он решил идти назад. Оу! Да, это, похоже, был обманный маневр. Да, блин! Я думал, ты уже умрешь. Такое ощущение, что его скрип немножко заглючило, но отступая, он все-таки умудрялся обороняться. Так, огромная дубина. Ну, у нас, по-моему, такая дубина уже есть. Так, бутылок у нас много, не жалко. Там осталось двое. Ничего себе, как он быстро бегает. Похоже, он включил какую-то реактивную тягу. Так, ну, это был уже подбитый. Да, трава здесь заканчивается с катастрофической скоростью. Да, что-то сегодня явно не мой день. В качестве колдуна. Фух! И здесь, как я и говорил, три камня бесплотных глаз. Если вам хватает камней, то просто реально отбегайте это место стороной. сэкономить себе нервов. Мне кажется, вот эта вот дверь как-то не очень вписывается в интерьер этого места. Здесь можем увидеть вот этих личинок, которых мы уже видели в четвертой локации. Только здесь эти личинки, похоже, объевшись фекалией из этого баллона, сменили свой окрас. Так, ладно. Убивать их тоже совсем не обязательно. Если посмотреть наверх, то там мы можем увидеть... Да, что-то не особо видно, но ладно, сейчас я вам покажу. Можно пройти немножко вперед. Так, немного подлечимся. И вот представьте, у нас еще не было ни одного шортката. То есть, если я умру, то мне придется опять все начинать заново. Ну, давай, подходи. Да. В отличие от локации 5-1, эти ребята здесь стали явно прочнее. Здесь еще бегают такие вот мерзкие чумные жители. Да, вот эти жители, они настолько уже пропитались отравой, что практически каждый удар будет вас отравлять. Ну, мы здесь и так выходим постоянно отравленными. Это уже не так страшно. Так, он один остался. Давайте я просто попробую убить своими силами. ландшафт здесь позволяет, чтобы уклоняться. так, здесь у нас туман, который ведет нас в очередную часть этой локации, но давайте перед этим посетим еще одно место. Можно видеть здесь кучу москитов. У них есть еще одна противная такая атака. они могут прицепиться вам на голову. И снять приличное количество жизней. При самой темной тенденции здесь также появляется переворотный демон. Так, можно убрать отраву. Да, вот в наглую трачу самую крутую траву. При этом у меня у Томаса на самом деле лежит большое количество различной травы. Совсем я не позаботился об этом. Хотя ведь знал, что в пятую локацию нужно идти с большим травяным запасом. как мы знаем по идее эти слизь не должны обитать в светлой воде. Так какого черта они делают здесь? На самом деле этому есть некое объяснение. что их сюда так сильно притягивает. А притягивает их некий предмет который как раз висит окутанный кучей этих слизней. душа легендарного так ладно тебя я оставлю живых лучше не допускать лишних здесь движений чтобы не сорваться и не начинать все заново можно потихонечку спуститься заодно собрав несколько предметов основно души души и вот он тот самый предмет и здесь как никогда как раз пригодится огненный шторм чтобы проведить этих слизней и добраться до меча да это заклинание очень легко прервать в этом и проблема ладно вытаскиваем меч большой меч лунного света да мы знаем что здесь полегло немало легендарных клириков и похоже этот меч одного из них так ладно надоело мне возиться уже с этими слизнями так я думаю что можно здесь прочитать описание этого меча большой легендарный меч сияющий лунным светом его связывают с вита рыцарем лунного света это одна из немногих уцелевших реликвий господа голубой кристаллический клинок соткан из чистого света поэтому его удар невозможно заблокировать щитом да меч хоть и не очень много наносит урона но его основная фишка это то что он пробивает щиты и да это уцелевшая реликвия господа этих реликвий в игре несколько и здесь у нас опять наша старая знакомая так нуждается с твой сынок или не нуждается что я уже запутался она говорит что раньше здесь было намного лучше и все мужики пытались ей угодить на самом деле лучше здесь конечно же не было просто до того как пришла Астре эта бабуля здесь была явно в центре внимания продавая различную траву и другие снадобья за бешеные деньги и с приходом Астре похоже ее бизнес пошел под откос теперь она всячески пытается от нее избавиться здесь здесь у нее появляется в продаже мирский сет укропленное чешуя доспехи из белого металла выдававшиеся рыцарем охраняющим храмы первый храм был выстроен в мирде давно погибшим краю вес доспехов значительно замедляет восстановление стойкости да бабуль мне конечно нужна трава но не за такие деньги хотя штук 10 стрел я мне все таки прикуплю на всякий случай блин бабка тебе не угодишь и здесь у нас последняя часть локации тоже очень противная запутанная с кучей противников выскакивающих из разных щелей да так вот просто можно взять и умереть от первого же моба не хотела сейчас мы туда поднимемся да здесь просто огромное количество противников но это неудивительно это их поселение можно сказать что я нехороший человек взял и вторгнулся к ним в дом этот чем черт еще и колдует ядовитый туман и скоро мы наконец-то доберемся до шортката я думаю я думаю сначала до него исходить а потом уже зачистить локацию до конца да здесь всегда нужно стараться оборачиваться смотреть себе за спиной так чтобы взять предмет с того тела сверху нужно будет обойти вообще не скинул но в принципе упав вниз я не умру там все тоже отравленное болото туда мы еще успеем упасть да ворон у них конечно дикий ну это еще из-за того что у меня просто жизни не так много не отравили ох уж эти пугающие звуки со всех сторон поменяем кольцо там у нас туман который ведет к боссу и очень сомнительный шорткат да настолько этот шорткат хорош что я даже забыл как до него добраться так это не он да вот этот путь не сразу я его увидел в этой кромешной тьме и теперь вот засекайте по времени сколько мне еще идти чтобы добраться до шортката и при этом надо еще умудриться здесь не упасть мне кажется даже проще рискнуть и зайти к боссу и убить его чтобы открыть обелиск чем мучиться вот с этим шорткатом потому что босс этой локации также легко убивается при помощи огненного шторма чем потеть и мучиться убивает их вот это атака просто на самом деле больше шансов либо умереть не дойдя до шортката либо сорваться вниз и все ваши старания будут напрасны вы опять начнете все заново о боже и атака реально стоит здесь раз подумать перед тем как это сильно этот риск единственный маленький плюс что здесь есть еще ящерица которая дает обломки мерцающего камня если они вам нужны и аллю я мать его вот он теперь можно немножечко выдохнуть и опять бежать обследовать чумную деревню да такие длинные перебежки обусловлены тем что эта локация просто реально очень большая но все равно можно было как-то этот шоркат и обыграть и здесь внизу можно увидеть предмет как раз вот если упасть отсюда его можно взять но это всего лишь душа по-другому его по-моему здесь взять больше никак нельзя и теперь нам предстоит опять побегать по этому болоту возвращаем опять кольцо сырости здесь также еще запрятано несколько предметов достаточно неплохих трава темной луны что-то что не влазит ко мне в карманы еще трава темной луны да трава темной луны в переиздании очень тяжелая и здесь также есть вот этот шаман и он всегда дает фиксированный дроп свой сет ладно давайте я сначала выберусь из болота потом почитаю душа избавимся тоже от этого шамана а то он в самый неподходящий момент еще начнет что-нибудь там мне сзади кастовать сколько я здесь уже перебил народу но все еще слышны различные крики и стоны из глубин навоза вот вернулся практически в самое начало воу я только сейчас заметил что у меня практически кончила жизнь ух ух нужно быть осторожней да иногда они дают щедрый дроп неплохую траву это хоть как-то позволит мне сэкономить травы хватит уже транжирить хорошую траву поставим немножко попроще и как добраться сюда по краюшку здесь нельзя запрыгнуть да архитектура здесь та еще очень легко заблудиться но на самом деле здесь достаточно все линейно если не обыскивать каждый угол то есть доходим до конца поднимаемся как бы на второй ярус как раз со второй яруса здесь можно взять предмет которые стали здесь наверху душа неизвестного героя еще одна душа и шател а вот шатела у нас по-моему еще не было отсюда как раз можно добраться к этому несчастному там я кстати еще что-то упустил сейчас мы тоже туда сходим надо только вспомнить так я думал попробовать перекатом туда попасть здесь не залазится ну там сзади вообще можно просто обойти и все да блин сам себе нафантазировал на самом деле сюда было попасть очень просто кстати хороший лут 21 отравленная стрела ух и мне хочется уже побыстрее отсюда выбраться осталось в принципе совсем немного сюда я уже заглядывал здесь можно еще подняться наверх немножко здесь побезобразничать склок и обломок мерцающего камня по-моему мне кто-то в комментариях писал где добыть мерцающий камень вот как раз здесь вот его достаточно много вздеваляется конечно не лучшее место для его поисков но что поделать кого-то здесь даже подвесили видать он что-то плохое совершил так как нам теперь лучше спуститься потому что можно это сделать прямо отсюда есть как раз вот путь боссу и там кстати наверху будет еще и монета потом при чисто уже темной тенденции слава богу бежать от обелиска далеко не придется нам предстоит сражение с очередным боссом как обычно поможет огненный шторм выдержанные пряности и хорошая трава видать даже сами фромы решили что босс на штоках хреновый что даже не стали придумывать для него какого-либо вступления просто он тут есть и есть грязный полос огромная вот такая махина с причудливой маской на руках у него некое подобие самодельной ракетницы весь покрыто парышами вокруг него летают мухи в общем такое неприятное неказистое существо давайте посмотрим на его мувсет да ё-моё блин и он сложился с одного заклинания да что ж такое-то да очень здесь конечно несбалансированный огненный шторм а учитывая еще и очень высокую восприимчивость боссов 5 локации к огну то по сути у них нет вообще никаких шансов против огненного шторма изъеденная душа демона обелиск демона известного как грязный колос за болотом кишащим ядовитыми медузами и огромными слизнями есть пещера полная грязи а внутри демонический алтарь из гниющих деревьев посетители приносят к алтарю души в надежде освободиться от страданий давайте для начала сгоняем в нексус у нас целых 60 тысяч душ давайте уже их потратим возьмем 2 магии до 40 больше нам магия не нужна и на остатке можно прокачивать либо интеллект для его жизненную силу давайте возьмем жизненную силу принципе трех ячеек магии вполне достаточно и нам нужен томас у него на складе лежит большое количество нужное мне травы кстати я не прочитал шател уникальный изогнутый меч разработанный специально для боя с противниками укрытыми щитами этот меч не прост в обращении но крайне эффективен против вражеского блока говорят мечи такой зловещей формы пользуются популярностью у определенной гильдии убийц именно в эту гильдию входил юрт и перед тем как идти к очередному боссу если вы хотите получить трофей то вам придется прокачать свой лук мне в принципе этот трофей не нужен но я вам просто покажу для чего это нужно мне не хватает душ да я поторопился и апгрейдил лук по обычному пути но и были и другие варианты кстати улучшить этот лук при помощи других камней ну ладно уже что сделано то сделано мне кстати еще не хватает одной силы чтобы им полноценно пользоваться и до следующего уровня мне нужно 20 тысяч душ и возьмем одну силу и наверное я все таки сменю огненный шторм на что-то более лайтовое возьмем отражение и луч души ах да я совсем забыл сделать одно дело вы уже наверняка знаете какое такое это и и что и и и и и и и